МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обстоятельные ответы... А как? Вы не могли бы нам посоветовать... Я могу очень коротко сказать, что... ...на коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко... ...председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко. Вопрос у меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться. Вот таков наш закон. Начинается программа Добро пожаловаться. Сегодня на ваши вопросы будет отвечать наш эксперт Айвар Гонтарев, специалист по управлению домами и бывший руководитель Ригесному Парвел. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Я напомню, телефоны в нашей студии 67-212-93-9, 67-213-93-9. Можно писать нам в WhatsApp и задавать вопросы. 2-3-0-6-1-9-1. 2-3-0-6-1-9-1. Тоже очень удобно, потому что мы все ваши вопросы сразу же получаем, и даже если не успеваем ответить, иногда бывает, что в конце программы начинают за ней поступать, все равно они остаются в нашем архиве, мы можем в следующей программе обязательно ответить на ваши вопросы. Ну, а пока вот вы собираетесь, вы пишете, вы собираетесь еще и звонить нам, я, наверное, начну с темы, ну вот сейчас как-то очень много осадков выпадает, мы как бы, может быть, даже не привыкли к этому. Насколько вот для домов такие, ну вот дождливые дни, могут где-то начинать протекать крыши, может быть, где-то заливать подвалы, если вот, ну, на что стоит обратить внимание, может быть, владельцам квартир, заранее, ну, чтобы быть готовыми к такого рода неприятным ситуациям. И что делать, если вдруг действительно вот начала протекать крыша, заливает или затопляет подвалы? Ну, во-первых, нужно установить причину, почему это происходит, да, где-то что-то отошло или что-то прогнило и так далее. Тогда просто нужно готовиться, да, такая, ну, ежесезонная работа, когда начинаются дожди, в том числе, если там дожди как-то наискосок, да, в определенном ветре, да, тогда всякие, всякие болячки домов появляются. Недавно общались с одним домом в Тихом Центре, да, они говорят, да, раз в 10 лет, вот когда-то такой дождь начинает лить, у нас появляются проблемы. Да, и потом шаг за шагом просто изучаешь, из чего это может быть, определяешь причину, и простые, простые ремонтные работы. Ну, конечно, сейчас, когда вот есть обильный дождь всякий, всякое разное может показываться, да, там, в одном доме, там, зафиксировали, он доходный дом, правда, он не такой классический, многоэтаж, где все квартиры принадлежат разным, там, одному владельцу, да, оказалось, во время стройки неправильно замонтированы окна, и во время дождя таки эти шерпы, как это, ну, шерпы, как это просто, как это, шели, да, настолько большие, что уже вот затекает вода, да, и все это, конечно, в наших таких стихиях, снег, дождь и все остальное, там, каждый показывает свое слабое место, да, просто, просто нужно ставить сейчас в объем работ, и пока вот погодные условия сейчас летом будут позволять все, все ремонтировать, приводить в порядок. Здесь, 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 здесь никак это не, не, это не наука космоса, да, как бы в коммуналке все просто, если где, и вода, вода всегда, найдет, где протечь, да, и раз уж нашла, значит, можно установить место, почему потекло, и где потекло, и что делать, чтобы, чтобы больше не текло. Ну, если вот сырые подвалы в доме, в принципе, ведь начинают, там появляются всевозможные комары, там начинается плесень, там начинают разъедать, может быть, там проводку коммуникации, то есть это тоже ведь, это не только, ну, неудобство из-за того, что там появляются лужи и сырость, но это, в принципе, угроза тоже всему дому. Конечно, ну, подвал, подвал это все-таки обычно комплексное решение, бывает так, что стейки протекают, лежаки протекают в подвале, и таким образом в самом подвале уже создают неблагопятную влагу, да, и которая дальше воздействует и на конструкцию, и на климат, и все остальное. Также и с наружной, да, если там со стоками что-то не вправо, с отводкой, да, там может быть уйма причин с подвалами, да, но поскольку весь дом держится на фундаменте, да, и подвал, получается, как часть этого фундамента, да, тогда с этим вопросом нельзя не пренебрегать, да, и нужно, чтобы подвал был сухой, и там ничто не затекало, ничто его не заливало, да, и чтобы он проветривался так же, да, и тогда с домом будет все в порядке. Ну, это, в принципе, чья должна быть инициатива, домоуправление или жильцов? Ну, смотрите, подвалы, во-первых, должны быть закрыты для третьих лиц, да, Конечно, это, во-первых, и идентификация этой проблемы, она должна исходить с домом права, так как он, как бы, должен все обследовать и давать свое решение. И тогда, исходя из тех уполномочий, которые есть у дома права, решать определенные вопросы, тогда он действует, да, или он идет к владельцам квартиры, согласовывает что-то, если у него такие отношения с владельцами, или же у него другая модель, что он, например, предвидел это в своих планах по управлению домом, и он просто может делать, да, и информировать жильцов, что сейчас будет происходить, да, потому что отношения же могут быть разные, да, выстроены между владельцами квартир и домом права. Где-то будет сказано в договоре и в решении о том, что каждый шаг ты должен согласовывать с владельцами квартиры. Это одна модель, да. Другая модель, вот как работает РМК, которые просто ставят те работы, которые нужно на следующем году выполнять, если нет негативного решения, они просто делают эти работы, да. Есть какие-то посередине модели, да, что вот до какого-то объема работ, тысячи, две, три, пять, шесть, десять, разные по опыту видели решения владельцев квартир, ты как дом прав можешь производить необходимые работы, да, которые именно обозначены как необходимые работы, да, то есть, ну, если вот стояк, текет, лежак, там, такие вот вопросы, и стоки, да, привести порядок, это считается по закону как необходимая работа, да, это не там, не почтовы, ящики менять, или там лестничную клетку попросить, которая считается как косметика чистая, да. Из этого вот исходя из этих отношений, но, конечно, как мы все, наверное, полагаемся, покупая любую услугу, что тот представляет эту услугу, он знает лучше, да, и потому мы у него эту услугу покупаем. Так и здесь такие вопросы, которые вот технические, юридические, конечно, жильцы ожидают от того, что я считаю, что управляющие компании, они должны сами идентифицировать вот такие вещи, где что нужно привести в порядок, потому что, ну, конечно, жильцы могут что-то видеть, да, они могут что-то предполагать, но ежедневная работа с домом – это забота управляющего. Сейчас, я понимаю, что вот с наступлением лета и вот отменой всевозможных этих QR-кодов проблема дворников. Вот есть ли какая-то информация, потому что в какой-то момент жаловались на то, что отстранили от работы многих, ну, вот, дворников и некому выполнять эту работу. Сейчас ситуация нормализовалась. Есть ли какая-то вот, ну, просто информация о том, что вернулись ли, вернули ли на работу тех, кого отстраняли, как вообще сейчас? Нет информации про это. Нет информации про это. Ну, вот вопрос дворников, она, наверное, настолько этот вопрос старый, настолько старый дом управления, да, и вообще сфера управления недвижимостью, потому что вот действительно качественный персонал найти эта проблема всегда была, поскольку, ну, система, мы тоже неоднократно говорили в вашей передаче о том, что система, как она в городе создана, убора наружных территорий, да, в городе, ну, она желает лучше, потому что теперешняя система определяет, что каждому дому должен быть дворник, да, пойди найди хорошего, квалифицированного, да, там, не пьющего, там, вот, всегда в срок выполняющего такого дворника, да, поскольку, ну, не может дом, один дом не может платить вот для оплаты труда именно квалифицированного персонала необходимую сумму, да, вот, и эта комбинация, которую мы уже обсуждали в программе, что, ну, есть логика в том, что на определенные улицы, что все дома наружной территории бы убирал город или город бы организовывал одновременную уборку, ну, вот в этом есть логика, да, то, что вот дворник бы не убирал, там свои 50 метров у каждого дома, да, у него есть нормальный фронт работы от утра, да, там, до половины дня, например, да, и он может там прибрать 4, 5, 6 домов, и ему не нужно тратить время на передвижение в городе, чтобы попасть на другие свои объекты у другой компании, так, не знаю, сегодня на улице Чака, вот, утром, потом вагенскаунс, потом иман туда и еще куда-то в югле, да, так, потому что он должен, как сотрудник, он должен набирать у себя тоже объем работы, да, чтобы ему дать объем работы, ну, ты как, да, он прав, ты думаешь, ну, давай тебе еще этот объект дам, давай еще этот объект дам, но посередине есть передвижение, просто вот элементарное время, да, мобилизация, демобилизация, да, и потом прибыл на объект и убираешь, да, ну, вот, вот, а если это все в одном адресе, да, там, не знаю, Марьес, раз, три, пять, семь, девять, просто пошел и сделал, да, и себе заработать, и можно таким образом себе на зарплату заработать, и все клиенты будут рады тому, что вот все в одно время происходит, они в разные времена, да, то есть, ну, это мы говорили уже о том, что город мог бы определить этот порядок и сам тогда организовывать, кто будет поставщик этих услуг, ну, в принципе, так же самое, как улицы убирают, ну, это то же самое, да, вот, ну, представьтесь, если бы улицы сейчас порезали на кусочки и сказали, вот этот кусочек ты убираешь, этот кусочек ты убираешь, когда мы ладились, да, этот ты убираешь, да, ну, это же нет в этом логики. Ну, мы часто видим, вот, как раз-таки зимой очень город весь в таком шахматном порядке, потому что здесь нету дворника, здесь не убран снег, вот здесь вот можно идти совершенно спокойно, улица расчищена, но вдруг на пространстве вот возле какого-то дома абсолютно никто не убирает, и там вот, если обильный снегопад, большие сугробы, и это кажется, ну, бессмысленным абсолютно, как эта система, это шахмат. Ну, да, и представьте, вот, ну, тот путь, куда можно уходить для качественной уборки, это автоматизация, это вот рода все же вспомогательные машины, да, и приспособления, но нету смысла, если, опять-таки, у тебя один дом на этой улице, да, у тебя нету смысла просто ее покупать. Вся идея этой техники в том, что ты ее поставил, ну, как линейный объект, как тротуар, вот в одном конце улицы поставил, ну, не знаю, на той же самой матрице или где-то, вот в одном перекрестке, и просто доехал до второго перекрестка, все убрал или умел, или там в бок сдвинул, да, там разные варианты потом появляются, когда уже это как одно целое, да, ну, вот, еще раз таки, логика в этом, но если такой же линейный, инойного типа объект, как улица, да, она убирается техникой, да, а вот рядом стоящий тротуар, он убирается мануально, да, и по шахматам, вот так, образ, да, здесь убрали, здесь не убрали, здесь забыли, здесь, как это, заболел дворник, здесь не вышел, здесь запил, ну, вот и бардак в городе, да, в принципе, это все решаемо, тоже вот одним администримым решением, потому что как организовывается уборка в городе, что она была бы с наружной части, мы говорим только про наружную часть, да, про вот все линии, про тротуары и так далее, да, что она была бы определена как забота городу, город может взыскивать за это какую-то сумму или там часть, скажем так, как это, предположить в налоге, которые мы все платим, да, за недвижимость, то часть налога, она потом уходит для выполнения этой функции по уборке. Вот и все, потому что налог уже как закон, а как бюджет дальше внутри самоправления, например, делит этот бюджет, полученный из налога, это их дело, по-моему, самый простой принцип, да, таким образом у тебя со всего города бы собирался определенный бюджет с налога на недвижимость, да, там, не знаю, одна десятая часть, одна, там, пятая часть, которая бы потом уходила на уборку наружных территорий. Я думаю, что и жителям это было бы приятнее и понятнее, да, что вот они платят городу налог на недвижимость, ну, вот за это у них хоть что-то убирается перед их домом, тоже убирается вот зимой, осенью, летом. Ну, то есть, вот вроде бы кажется, что это такая логичная очень схема, а почему ее не удается реализовать? Кто против этого? Ну, кажется, но все логично. Мое дело подсказать, да, но я не политик, никогда не был, и, наверное, не буду, да, и политик, если вот нас кто-то слышит, вот хорошая идея, берите, у нас вообще в передаче много хороших идей, вот берите за свой флаг и организовывайте, да, вот вам флаг руки, вот хорошая идея, очень легко реализуемая, да, там, просто, ну, не до того, но каждый же политик, он смотрит, на чем он может получить голоса жителей и на чем он не может получить голоса жителей, да, если там пока, наверное, нету этой проблемы так явно, что жители не стоят в очередях и не готовы там что-то менять, ну, политик же тоже, она говорит, ну, а зачем мне это делать, если там это никто не оценит, да, ну, вот зачем? А не дай бог, еще не получится, еще по ушам получу от своих избирателей, да. Каждое дело может и получить, и не получить, зависит от того, насколько ты сам хочешь, чтобы это получилось, наверное, так можно определить. Из этого, ну, почему это до сих пор нету, я думаю, потому что никому не хочется, никто не думает вперед, два-три шага, да, как в шахматах раз загляли про шахматы, а как было бы, если бы вот сделали, да, да, хорошо бы было. Мы про это говорим уже более 10 лет, но сам никакого рода законопроект, это я не подобал, вот, в министерстве мы подавали там всяких разные законопроекты, которые мы сами прописывали и шли там и аргументировали, почему именно так надо, но это были глобальные проблемы, вот, связанные с теплом, с возвратом долгов и так далее, да. Здесь уборка, мы так, ну, смотрим, мы-то справляемся, ну, со своим объектом, ну, и справляемся, но когда городу понадобится, ну, подумать по-другому. Потому что сейчас в основном большие компании по управлению, они создают так называемые бригады по уборке, да, вот, которые тоже мобильны на каких-то транспортных средствах, и они передвигаются, они хорошо окомплектованы всем техническим, материальным, все, что нужно для уборки, да, там, они передвигаются просто по городу, или их везут, или они сами переезжают, да, ну, вот, это одно из решений, но это решение, скажем так, внутренних помещений, там, дворов внутренних, озеленения, садовники и так далее, вот это я бы оставил на усмотрение жильцов, да, кто как хочет, вот, хотим там устраивать, благоустраивать, вот, пожалуйста, это остается на нашем усмотрении, да, вот, наружную часть, это бы отдал бы городу и сказал, вот, ну, оплатим налог, да, хоть повезти его, но с этой части мы поймем, что что-то делается для нас. Но, с другой стороны, получается, что ведь дворники остаются тогда без работы, и непонятно, зачем они нужны. Нет, ну, нет, дворник не останется без работы, потому что объем персонала так и так, но он нужен будет, да, здесь вопрос идет о том, что произойдет консолидация этой функции, и тогда за, скажем так, если у вас работа, она от до, вот, нету этих промежуточных трат и времени на переезды и на все остальное, да, тогда он более интенсивно может работать и заработать себе необходимую зарплату. Наоборот, тогда бы консолидировался в этих структурах люди, которые, которые являются их профессией, да, что они вот выбрали эту профессию, они там работают, и они могут заработать, ему не надо еще где-то подрабатывать, вот он, ему нравится быть дворником, он работает, потому что он может заработать здесь, да, потому что ему нравится эта работа. Такого, такого, такого не будет, потому что, ну, сейчас необходимость дворников очень большая, их не найти, там, я помню, во времена РМП все время, это было около 150 вакансий, да, ну, потому что действительно, вот найти качественного исполнителя этой функции, ну, очень сложно. А вот интересно, а какой вот, если можно сказать, вот социальный портрет дворника, вот можно нарисовать, потому что я помню, что ведь было даже такое выражение, поколение сторожей и дворников, например, как раз-таки речь шла о том, что молодежь активно шла вот в сторожи и дворники, потому что это были студенты, которым нужно было подработать, и это была возможность, ну, вот как бы, ну, поработать какое-то небольшое количество часов, затем свободный день, и это небольшие деньги, но, с другой стороны, студенту многое не надо, ему, в принципе, вот главное, чтобы хватило там на еду и все. Наши студенты не такие, совсем не такие, да, там, и при том выборе, наверное, работ, которые молодой человек может там найти сейчас при востребовании, сейчас лето, сейчас заработали в всякие кафе, рестораны и все остальное, да, там, да, ты официантом можешь пойти там свои 500-700 со всем чаем заработать спокойно, не напрягаясь, да, все же, ну, дворник, наверное, не считается та профессия, которая была как-то престижна, да, или как-то там, ну, чтобы это вот так. Наша, скажем так, молодежь, она думает по-другому. Ну, это может быть мой опыт, потому что я не встречал вот ни одного такого персонажа, про которых вы говорите. Низ такой, ну, вот типовой дворник, это человек пенсионного или предпенсионного возраста, очень много пенсионеров, почему? Потому что у них есть пенсия и есть время, да, и пенсии не хватает для того, чтобы прожить это, и из-за этого вот и вот, или уже пенсионного или предпенсионного возраста, да, и которые вот пытаются как-то собрать необходимую сумму, сумму денег для того, чтобы вот... Ну вот, кстати, нам прислали вот заметочку, что раньше дворники получали как бы квартиру, ну, для жилья, пока он работает дворником, и это тоже было, в принципе, одним из, ну, больших аргументов, потому что, например, если человек в центре работал дворником, он в центре и получал, вот, ну, жилье. Ну, да, системы были разные, да, тогда распределяло государство, и сам управление эти квартиры, да, ну, не частные собственности. Ну, сейчас это невозможно, мы понимаем это, да, уже вести, да, да, это справедливая заметка, так что так раньше было, да, но вот из этого я вообще концептуально думаю, что вот еще раз-таки точечно набрать столько много хороших исполнителей, да, ну, это почти миссия невыполнима, да, там, как не передвигается, да, очень по-разному, да, там, у нас на компании самый, самый, самая, скажем так, хорошая дворник, да, как перевести правильно, да, женщина, она едет в Силгавы каждый день в Ригу, в Ригу у нее велосипед, она в центре именно убирает у нас дома, как дворник, да, и как дворник, как уборщица, и она от велосипеда перемещается по центру города, чтобы просто набрать количество объектов, и у нее получалась какая-то более-менее там нормальная зарплата, да, вот, но встает она, по-моему, в Юлгаве три часа ночи, чтобы прибыть вот вовремя в Ригу и вовремя приступить к своей работе, ну, потому что нужно все же объехать, и чтобы утром там восемь часов все было уже чисто и убрано. Да, с другой стороны. Ну, и сколько, и если в Риге нужно 10 тысяч таких набрать, да, вот откуда набрать, да, но это нереально, да, она очень хороший сотрудник, самая долгая, да, там, она выбрала эту профессию, она в ней работает, да, вот, ну, вот, это ее, это ее. Как ей облегчить жизнь, только если бы у нас вот было, мы не управляли там разбросано по центру города, теми объектами, которые у нас в центре, да, вот, как я говорил, вот, все объекты на одной линии, вот, например, на Элсбест у нас там было офисное здание раньше, вот, с Мариес до Барона, вот, вся улица твоя, да, вот, вот, вся улица твоя, тебе не тратить время на перемещение, на другие, вот, начинай и чисть, да, вот, и чисть, и чисть, вы себе там тысяча евро бруто, там, 700 получится на руки, что-то такое, ну, тогда человек знает, вот его зарплата, вот его обязательства, вот, вот, потому что там же, как еще начинается с дворниками, там же целая эпипея с войнушками дворников, да, поскольку у меня один дом, у тебя другой дом, начинается осень, начинаются листья падать, да, с деревьев, ты не убрал на своей территории эти листья, ветер передует в мою территорию, да, ну, да, делает этот дворник на чуть-чуть территории, передули, он собирает эти листья, и относит, и ставит этому дворнику обратно, это твое, и, ну, из всего этого же можно обойтись, если вот так, таки вот одному дворнику было бы определена вся улица, или это весь этот дворник, да, как начал, так и кончил, это все мои листья, то есть все листья, которые упали, все мои, все я должен убрать, да, не подождать, пока ветер их сдует, передует кому-то, и так далее, это, знаете, как вот такая аллегория, когда эти все ментовские сериалы были, и когда находили труп, и говорят, ну, пропал звук, пропал звук, к сожалению, мы не слышим, пропал звук, да, вот сейчас слышно, вот мы остановились на том, что ментовские сериалы, когда находят труп на улице, да, и передвигают его на метр дальше, потому что там начинается другой участок, здесь то же самое. Вот тут спрашивают нас, можно ли посещать офис управляющей компании без предупреждения, или у них есть право не впускать в офис без предварительного согласования, и как согласовать время посещения офиса, если, например, этот офис не поднимает трубку и не отвечает на электронную почту? Ух, такой вопрос, и он с нескольких частей состоит. Ну, я понимаю, ну, главная вот именно, я понимаю, проблема в том, что управляющая компания говорит, нас нельзя посещать без предупреждения, а предупредить нельзя, потому что они не берут трубку и не отвечают на имейл, и таким образом вот обрубают все концы. Ну, сильно, наверное, мил не будешь, да, если там такие отношения у обслуживающей компании с клиентами, ну, там, клиентам сами нужно, там, думать про выбор свой, это их устраивает, не устраивает, если не устраивает, то что-то менять. Сейчас чуть-чуть пройдемся по законам и по тому, что можно, что нельзя, да, в принципе, офис, например, частная управляющая компания, это ее офис, это как бы, ну, их зона, да, частная зона. Да, там есть, конечно, помещение для приема клиентов и так далее, но никто, поймите, вот с другой стороны, никто не должен, да, вот сразу бежать, если вы зашли там, сразу бежать, сразу там все кидать в свои дела и так далее. Из-за этого с точки зрения организации, ну, у меня тоже всегда было, что есть приемная, где вот по простым регулярным вопросам могут пройти, но если там есть какой-то глубинный вопрос, где нужно, вот, поднимать документацию, запрашивать документацию архива, принимать там какие-то рода информацию от технической части, от управляющего, еще откуда, ну, для этого нужно время, да, и если вы придете и сразу меня осыпете вопросами, слушай, а почему там, 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 так, и вообще при реновации тот, тот, и вы, слушайте, подождите, давайте спокойно сформулируем вопрос, я пойму, сколько мне времени для этого нужно, да, ну, вот, это другая, другая, скажем так, сторона этой медали и так далее, но, ну, нет такого, что в любой момент можно зайти и получить ответ на любой вопрос, можно зайти, можно задать вопрос, да, нормальная служащая компания, и тогда, исходя из его характеристик, тогда, ну, понять, сколько, сколько времени просто нужно, чтобы... Ну, да, потому что могут быть вот пожилые люди, которые приходят, например, они готовы начать просто свою, сначала всю жизнь свою пересказать, прежде чем они доберутся до сути вопроса, ну, или одинокие люди, которым просто хочется выговориться, и они придумывают, ну, какую-нибудь проблему, чтобы можно было пойти пообщаться с людьми. И это нормально, ну, вот, поймите, если у вас нормальный дом прав, это нормально, мы это понимаем, но мы это планируем, вот почему есть время приемок, мы планируем, что вот мы это время, мы даем клиентам, ну, вот, чистым образом ему пообщаться, высказаться и так далее. Сейчас помню, вот у нас тоже одна клиентка была, всю жизнь, Эмма ее звали, там, 90 лет, одинокий пенсионер, и мы знаем, что она одинока, ну, просто не с кем поговорить даже, да, и мы знали, если она звонит, тогда этот вопрос, ну, вот разговор будет около часа. И мы это знаем, мы принимаем это, да, и в конце где-то прозвучит, слушайте, а что вот насчет этих счетчиков, в конце концов, да, вот тогда она доберется до сути. Ну, мы это знаем, это знают, по-моему, все, которые вот работают в коммуналке и в обслуживании, да, клиентов, ну, у каждого свое, там, беда, все остальное. Это не значит, что все такие клиенты нам, но мы знаем, что есть такие клиенты, ему это важно, да, и просто ты набираешься терпения, несмотря на то, что там вот это долго и все остальное, ну, бесконечно это тоже не может быть, да, вот то же самое Эммой, когда я лично говорил, говорит Эмма, у меня осталось, к сожалению, ну, пять минут, давайте быстрее к сути, потому что я не успею, я должен буду бежать, и раньше я, ну, иначе я там опоздаю на следующую какую-то встречу и так далее. Там меня ждут, там, семь людей, да, я с удовольствием вас послушаю, но в следующий раз, да, пожалуйста, быстрее к сути. Ну, как-то так, наверное, там, ну, прием людей – это прием людей. Ну, вот по поводу все нам пишут, вот продолжая вопрос по управляющей компании, что вот годами она не хочет отвечать на вопросы, годами нам обещают, говорят, что все хорошо, но по факту ничего нельзя проверить. Ну, тут, к сожалению, очень много общих таких, вот не говорится, какая конкретная компания, сколько, ну, такой общий вопрос. Ну, знаете, когда в таких случаях ко мне тоже же вот обращаются по городу люди, которые каким-то образом не могут о чем-то договорить со своей управляющей компанией, я первое, что их спрашиваю, говорю, сформулируйте, пожалуйста, свои претензии кратко, ясно, на бумаге. Пришлите их мне. Каждая проблема, она не должна быть больше двух-трех строчек, потому что это заставляет сфокусироваться человека, клиента, и понять, ну, в чем суть, да, там, то, что есть эмоции – это одно, а в чем суть всех проблем. И тогда с этим листом проблем можно подойти к Дому права, ему отослать, что, ребята, вот видите решение этих проблем, которые у вас не первый год, или нет, да, там, если они не могут дать вам точный ответ, тогда хотя у вас будет для себя самих вот лист проблем, которые вы хотите решить в вашем доме, и вы просто ищете Дом права, который это вы сможете решить, вот и все. Ну, тут другого варианта нет. Ну, поймите, вы не можете силой заставить кого-то работать, кто не хочет работать. Ну, если у вас с годами что-то не решалось, вы продолжаете жаловаться, ну, то есть на эту компанию, на этого человека, да, если он там работает. Алгоритм же ваших взаимодействий не меняется, и все время в этой ситуации у вас в жизни будет продолжаться, продолжаться и продолжаться. Ну, вот, к сожалению, здесь не указывается, какая конкретно управляющая компания, но если это собственники, то они могут общим решением сменить управляющую компанию, там, по-моему, сколько нужно, 50 плюс один голос, да, вот? Да, да, они могут сменить, они могут, если проблема, например, какого-то взаимопонимания, и в доме, например, бывает так, что разные группы людей, которые хотят разного в доме, и никак не могут прийти к какому-то общему объединителю каких-то своих проблем и вопросов, которые не хотят решить, тогда домправ тоже не понимает, а что сейчас сделать? Вот красить или ремонтировать, или там разъяснять, да? И как такой между шаг, между разрывом своих отношений с предыдущей компанией и выстройкой новых, я бы советовал просто вот собраться и решить, что вы хотите, в какие сроки дать задание, четкое задание своим решением. У нас есть звонок? Нет, сорвался звонок. 6, 7, 200, 12, 93, 9. Вот еще раз кто-то пытается дозвониться, да. Доброе утро. Доброе утро. Почему в РНП, в частности, в Пардаугово, нет приема к юристу? Полностью изолировали жителей от контакта со специалистами. В клиентном отделе РНП полностью пустота. Нет никаких жителей. Ну, это с той же сферы, как мы уже до этого говорили, это отношение клиента. Ну, что-то больше. Ну, видите, как вы тоже, ну, например, общаясь с жителями, тогда они тоже вот говорят, мне, пожалуйста, бухгалтера, меня, пожалуйста, юристы сейчас дайте и так далее пообщаться, да. Из этого важно понять вопрос, потому что часто бывает так, что это вопрос не к бухгалтерии, это вопрос не к юристу, да, там, ну. Я знаю, что раньше в РНП были приемы к юристу, и там, ну, это было еще время, когда я заведовал, и тогда, общаясь с юристами, они мне тоже говорили, что, знаешь, 90 вопросов, 90 процентов вопросов, это вообще не к нам. Ну, просто у них был расположен день, когда они могли принимать, и люди просто шли, потому что есть кому пойти, да, есть кто-то, кто выслушает, и этот кто-то, это, ну, юрист, да, это не там рядовой человек, который там ежедневно сидит на приеме, все же какой-то чин повыше, да. Говорит, ну, Тайвер, 90 процентов нам, мы передаем дальше эти вопросы, но они не к нам, да, из этого вот и все здесь. То есть главное сформулировать, и потом уже задача Дома права рассортировать эти вопросы, да, которые он сразу может ответить, а которые там действительно ему нужно, когда, и даже самому, консультация юриста. Ну, РМП, я думаю, посчитал так, что это тормозит их работ, да, вот эти посещения юристов и так далее, и финансистов, и просто закрыли двери свои, сказали, вот у вас есть колл-центр, вот у вас есть имейл, пишите. Ну, тут нам слушатель уточнил, что речь не идет об одиноких пенсионерах, которым нужно общение, что наш дом несколько раз менял управляющую компанию, опять-таки, вот не говорится, какие компании на какие, ну, и дальше делает вывод, все управляющие компании ведут себя одинаково, морочат голову. Ну, неужели вот абсолютно все вот не поднимают трубку и не отвечают на имейлы, как бы... Нет, нет, нет такого. Это вопрос, опять-таки, вот это то, что я говорю, что-то нужно поднять в алгоритме взаимодействия, да. Может быть, жильцам вот сейчас перед тем, как уходить с кого-то, стоит четко определиться на своем голосовании и сказать, ребята, мы ожидаем вот выполнение вот этих, 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 этих работ в таких сроках, да, или там какой-то информации. Четко определить, вот, номер один, номер два, номер три в такое время, да, там. И тогда, смотрите, если до сих пор при четкой формулировке на одной А4 бумаге все, что вы хотите, вы не можете получить ни ответа, ни одну, всего остального, тогда нужно думать, действительно, вот о смене компании, да, ну, вот, если, если вопрос стоит так, как он был сформулирован, что три раза меняли компанию, каждый раз одно и то же, значит, что-то в алгоритме самом неправильное. Или ищется компания, которая, там, дешевле всех. Ну, если ты ничего не платишь, ты ничего не получаешь. Ну, вот, честный ответ, с другой стороны, вот, стороны обслуживающей компании, потому что, если нет денег, ты не можешь набрать необходимый персонал, которые качественно будут обслуживать, да, и делать свое дело. Ну, это, не надо вестись на, вот, какие-то рекламные акции, там, и так далее, потому что, ну, будьте внимательны, прочитайте до конца, что это значит, да, если там что-то, кто-то обещает бесплатно, или, там, ниже всех на рынке, ну, как ты можешь ниже всех на рынке что-то вообще сейчас предлагать, если, там, вот, сейчас все вышли легально работать, да, там, я, вот, не знаю больше вокруг каких-то компаний, которые что-то, как-то, каким-то образом, там, оптимизируют налоги, да, ну, если все, все работают легально, значит, там, у всех более-менее условия должны быть одинаковые, да, там, я не знаю, что в этом алгоритме в конкретном случае неправильно, не хватает информации, ну, вот, просто, нужно собраться с самим владельцем квартир и пообщаться, слушайте, мы три раза выбирали новую слушающую компанию, каждый раз верили, что все будет хорошо, и как-то все время плохо, а почему, вот, давайте пообщаемся, почему, да, и что можем поменять, чтобы, чтобы было лучше, да, что мы вообще хотим, вот, наверное, главный вопрос, что мы хотим, как владельцы наших недвижимости, как жильцы этого дома, что бы мы хотели. Вот, я смотрю на нашего звукорежиссера, что бы он хотел, он, я понимаю, хочет, чтобы мы, наверное, все-таки завершили программу, потому что время ее подошло к концу, я вижу, здесь приходят еще вопросы, мы обязательно их, наверное, ответим на них в начале следующей программы, это, я вижу, что тема больная, с управляющими компаниями, и стоит, может быть, поговорить о ней, продолжить этот разговор, спасибо огромное, Айвар Гонтарев, специалист по управлению, и в том числе, вот, РНП, был сегодня с нами на прямой связи, в качестве эксперта, программа «Добро пожаловаться», до следующего понедельника, до свидания. До свидания. На одной волне с городом. Радио. Болтком.